В конце недели неравнодушные к судьбам братьев наших меньших отмечают Всемирный День Бездомных Животных. Дата праздничная не считается. День нужен, чтобы еще раз обратиться к проблеме хвостатых с трагической судьбой. По статистике, 75% бездомных животных на улице оказались по вине хозяев. В Иванове одних только бродячих собак больше трех сотен. Кошек не пересчитать вовсе. Разобраться с проблемой ежедневно пытаются десятки людей. Добрых, отзывчивых, сердечных. Именно о них наш репортаж. Лежать. Ползи. 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 Сема, ползи. Ползи. Давай, 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 давай. У Сэма тяжелая судьба. Мария нашла его в бетонной яме, куда провалились несколько совсем крошечных щенков. Выжил только один. У собаки были тяжелые повреждения. Ветеринары едва его спасли. Собака вынуждена была в течение нескольких дней находиться без еды и воды в бетонной яме. И, в принципе, у меня нет возможности ходить в туалет. Я считаю, что да, это иначе человеками. Проходящие люди все это видели, слышали писки, поскольку они пытались первое время выбраться. Но никто не обратил внимания. Да, Семка. Сэма вылечили, откормили. Теперь он живет счастливо и беззаботно. Из изуродованного щенка получился красивый пес, похожий на овчарку. Только из-за детской травмы Сэм очень пугливый и совсем не доверяет людям. Сначала волонтер Мария хотела отдать его в добрые руки, но так и не смогла. Собаке нужен постоянный уход. Ему нельзя переохлаждаться, и на цепи он находиться не должен. Всю жизнь этот хвостатый из-за травм в щенячьем возрасте будет наблюдаться у ветеринара. Мария готова ко всем тяготам. Свою встречу с Сэмом она называет счастливым знаком судьбы. Это очень благодарное дело. То есть собака, спасенная с улицы, и тем более этой собаке, в принципе, спасли, можно сказать, прямо жизнь. Сейчас он проявляет охранные качества, и если мне ночью напряжется страшный сон, он меня обязательно разбудит. Это благодарность таких собак. Она, благодарность любой, в принципе, собаке, она не знает границ. Не зря говорят, что собака лучше друг человека. А это Муся. Новые хозяева называют ее хвостик, потому что кошечка ни на метр не отходит от домочадцев. Ее семья Ивашкина взяла из приюта в начале недели. На передержку. Животное, кажется, до сих пор не может поверить в свое счастье. Ест, не зная сытости, и спит, как будто никогда прежде не спала. Муж предложил, показал на фотографии, вот есть кошечка, потерялась, возможно, взять на передержку. Если не найдут хозяева, оставить ее себе. Ну, кошечка понравилась, почему бы и нет. Сразу же забрали, поехали в приют и забрали. Муж уже один раз брал котика, который прожил 6 лет, к сожалению, потерялся несколько месяцев назад. Маленький Миша с Мусей сразу подружился. Родители мальчика уверены, если ребенок будет жить рядом с домашними питомцами, вырастет хорошим человеком. Пока семья Ивашкиных не отчаивается найти прежних хозяев Муси. Но если этого не произойдет, уже точно решили, что оставят котенка себе. Пес по кличке Степашка игрушками с новыми подругами делиться не привык. Хотя его Катя называет хвостатым волонтером. Он очень помогает женщине с адаптацией спасенных с улицы животных. Конечно, настоящий волонтер тут именно Екатерина. Уже несколько лет она подбирает кошек и собак с улицы, пролечивает их и пристраивает в добрые руки. Сейчас у женщины 10 питомцев на передержке. Это получилось совершенно случайно, когда у меня сын шел из школы и не смог пройти мимо пакета с маленькими щенками. Вот с этого все и началось. Сложно, сложно потому, что это постоянная ответственность. Это тяжелый труд, потому что с утра и вечером это необходимы прогулки, лечение, кормление, социализация у определенных собак. Ричи хозяева забрали из приюта, а потом сами же выбросили на улицу. Не смогли справиться с его характером. Пес попал под машину, теперь у него сильно повреждена лапа. Операция очень дорогостоящая. Но Екатерина уверена, волонтеры накопят. Те, кого спасли с улицы, они очень благодарны. Вот Степа, он моя тень, он не отходит от меня. Ричард провожает меня на работу. Сплошная благодарность и любовь в глазах. Неоднокопленная собака, мне кажется, такого не даст. Хотя породистые в моей жизни тоже были. В Ивановском интернет-пространстве десятки сообществ, в которых неравнодушным предлагают взять кошечку или собачку. Расхваливают их качество и всячески рекламируют. На разрыв работают два ивановских приюта. Но количество бездомных животных, увы, не уменьшается. Чтобы проблему решить, считают неравнодушные, взяться за нее нужно дружно и всем сразу. Наши героини уверены, что помочь несчастному животному много не нужно. Отсутствие условий в квартире, дефицит финансов или недостаток времени – это слабое оправдание. Главное – желание. А тот, кому нужно помочь, обязательно найдется. Ведь в любви и ласке нуждается каждое живое существо. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.